Есть поверье, что вода во время крещенских морозов обладает целебными свойствами. Если окунуться в прорубь именно в этот день, можно обзавестись крепким здоровьем и улучшить свое благосостояние. Но что на самом деле чувствуют моржи, окунаясь в ледяную воду? Наталья моржует уже более двух лет. Говорит, холода во время купания почти не ощущает. Очень приятное ощущение, особенно после того, как выходишь из воды. А когда заходишь в воду, это просто ощущение, ну, чего-то, ну, как бы мы уже привыкли к этому, ну, драйва какого-то, что ли, так. Я привыкла к этому и, ну, ощущения очень замечательные. А Дмитрий закаляется дольше. Два года ходил купаться в море на крещение со своей семьей, а вскоре организовал клуб одесских моржей. Восемь лет подряд они собираются все вместе в специально отведенных для купания местах. С единомышленниками, говорит, веселее. Это такое непередаваемое ощущение, это надо только пробовать. Но это кайф, это веселье, то есть мы всегда собираемся делать это весело, задорно. И только при умножении хорошего и позитивного настроения. Тюлени, моржи или белые медведи – как только не называют мельчаков, которые окунаются в ледяную воду. Закаленные купальщики к этому обряду привыкли. Но каждый год на праздник крещения к ним присоединяется и множество новичков. Им купанию нужно подготовиться заранее. Правильно заходить в воду медленно, не забегая, не плюхаясь, потому что это большой стресс для организма. Если вы новичок, не рекомендую с головой окунаться. Взять с собой халат, тапочки, можно обычный, можно для бассейна тапочки, для того, чтобы на всякий случай не повредить ноги. Не видуете те места, которые для этого не назначены. Это, по-перше. По-друге, рассчитывайте на свои силы. Надо подходить с пониманием к этой справе, не вживайте алкогольные напои. И что, горячий чай, сразу переодягаться, не делать героевских селфи-фото, чтобы потом перемерзнуть. Подготовиться новичкам нужно не только физически, но и морально. Психологи говорят, многое зависит от мыслей человека перед погружением в ледяную воду. Вы не должны себя переборювать, потому что, если есть это божание, если организм готов, то это можно занурювать. Можно вспомнить несколько ситуаций, когда человек была очень физически активна, очень здоровая, когда у него был очень хороший настроек. Таким чином человек наповнюется ресурсами, очень важными ресурсами для организма, для таких занурений. Далее, человек не нужно быть один. Это лучше, если это группа людей. Это и помощь, возможно, показать, и в том числе, это настроение очень другой. Чтобы предотвратить несчастные случаи во время празднования крещения, нырять советуют только в специально оборудованных для купания местах. Пляжи обладнаны нашими рятувальными палатками, где можно зігрітися, можно переодягнутися. И, не дай Бог, в разе надзвичайной ситуации можно отримать допомогу от наших рятувальников, водолазов, медиков, психологов. Специалисты, которые будут дежурить на крещение в местах для купания, накануне праздника провели показательные учения. Спасатели продемонстрировали, как оказывать помощь утопающим. Отмечу, что на праздник крещения в регионе оборудуют 50 мест для купания. В Одессе это три основных локации – Лонжерон, Лузановка и Золотой берег. Кроме этого, спасатели будут дежурить в Аркадии и у мужского монастыря на 16-й станции фонтана. Нарина Щеглова, Игорь Лапчинский, телеканал «Репортер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова